Ну а следующий материал посвящен тем, кто ежедневно отправляется в полет. Тем, кто не мыслит свою жизнь без неба и тем, кто трудится на земле, обеспечивая безопасность воздушного движения и работу экипажей. Съемочная группа телеканала «Север» в преддверии дня воздушного флота отправилась в поселок Харьягинский. Там находится второй по крупности транспортный узел Ненецкого округа. Десятки взлетов и посадок, работа с подвеской, перевозка грузов и пассажиров, которые трудятся на нефтепромыслах. О тонкостях профессии пилотов и авиадиспетчеров в репортаже Алины Волчейской. Это тот самый случай, когда рабочий день начинается ни свет ни заря. Экипаж готовится к очередному вылету. Запрос погоды по маршруту и расчет расстояния от точки до точки за картой выпускник Омского летно-технического колледжа Дмитрий Безумов. Пилот продолжает известную в Заполярье авиационную династию. Его дед, отец, дядя и старший брат посвятили свою жизнь воздухоплаванию. Поэтому и Дмитрий с малых лет заболел небом. Мне нравится то, что не монотонная работа, а постоянно что-то как бы новое. То рейс, то вот как под нефтянку. То, что вот сейчас вот тут на Харяге пьё раз так вот с этой подвеской работы много вот есть. Тоже вот интересно очень. Ну и так пейзаж очень красиво наблюдать. Тонкостям лётного мастерства Дмитрия обучает Олег Подхамутов. За плечами пилота-инструктора тысячи взлётов и посадок на месторождениях и в отдалённых поселениях, участие в спасательных операциях и дальние командировки за пределы региона. Наработанный за 34 года в небе опыт командир «Восьмёрки» передаёт подрастающей смене. Просто рассказываешь особенности полётов, как, что, почему. Если есть вопросы, задаёт, задаёт, я ему отвечаю. Приход, как бы сказать, уже подготовленный. Ну вот, ну, я считаю, что хороший пилотный приход. Вы любите свою работу? Конечно, конечно. Если не любил, я бы 34 года не проработал. Ну и коллектив у вас наверняка хороший, да? Да, у нас очень хороший коллектив. И благодаря коллективу народ ещё никуда не разбегается. «Восьмёрка» уходит в рейс по близлежащим месторождениям. Работы предостаточно, ведь там, где бескрайняя тундра, непроходимые болота и множество рек и озёр, воздушные трассы – едва ли не единственный способ доставить сотрудников нефтяных промыслов из пункта А в пункт Б. На нефтепромыслах виндокрылая машина выступает ещё и в качестве грузовика. С помощью внешней подвески транспортируют многотонные трубы, ёмкости и другие необходимые нефтяникам материалы и технику. Здесь от экипажей требуется филигранная работа, ведь зайти на посадку или поднять в небо крупногабаритный груз – задача не из лёгких. Успех зависит от слаженной работы пилотов и бортмеханика, который и контролирует весь процесс. Харьягинский вертодром считается одним из самых крупных транспортных узлов Денецкого округа. Здесь расположено 12 посадочных площадок, а интенсивность движения воздушных судов колоссальная. Только за один рабочий день здесь производится 50-х взлёдов и посадок. 41 на 250 метров, Квенэш района 759 до захода. Незаменимые помощники и добрые друзья экипажей – конечно, авиадиспетчеры. Именно с вышки происходит управление движением воздушных судов. Метеосводки, разрешение на посадку и взлёт, контроль за движением на вертодроме и в небе, мониторы, сигнальное табло, средства связи. Каждый взлёт, каждая посадка фиксируется в специальном журнале. Диспетчер постоянно находится на связи с экипажами и следит за воздушной обстановкой в пределах своей зоны ответственности. На Харьягинском диспетчерском пункте в смену трудятся два сотрудника. Старший диспетчер Павел Янов в профессии посвятил почти 40 лет. В Нарьинмар он приехал в 1981-м после окончания Рижского лётно-технического училища. В авиацию пошёл по стопам дяди. Мужчина признаётся – работа очень ответственная, но интересная. Рабочий пункт очень напряжённый. Интенсивность, я бы сказал, даже больше, чем в Нарьинмаре. То, что летают в основном только вертолёты, поэтому интенсивность допустима в наших пределах. За порядком на вертодроме следит сменный начальник площадки Виктор Цивош. Сегодня он трудится на земле, ведь даже на пенсии бортмеханик в прошлом не может без авиации. Любимому делу он посвятил всю свою жизнь. Налетал 30 тысяч часов, а ведь когда-то, будучи мальчишкой, он лишь мечтал о небе. Это же было в 70-е годы, начало 60-е, конец. Только авиация получила, вертолёты я. Всё время вертолёты ходил. В 83-е годы, это я точно помню. Единственное, что книжки нет. Помню в августе, мы в 8 часов искали место строительства Харьяги. Тут вообще просто ничего не было. Ну а сегодня Харьяга – второе по крупности место базировки вертолётов Нарьинмарского авиаотряда. И именно здесь выполняется половина объёма всех работ предприятия. Еженедельно на смену заступают по 3-4 экипажа. Работают с утра и до позднего вечера. Но, как признаются сами авиаторы, есть в этом трудном и напряжённом деле своя романтика. Романтика полёта.